Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Huawei Nova 9 и в этом видеоролике мы вам покажем несколько крутых фишек камеры данного устройства. Во-первых, заблокировав наш телефон и дважды нажав быстро на кнопку уменьшения громкости, у нас телефон делает быструю фотографию и таким образом, если, не знаю, вам нужно что-то очень быстро сфоткать, быстренько два раза нажимаете на уменьшение громкости и мы можем делать или быструю съемку, или запуск камеры. Смотрите, быстрая съемка это значит, что у вас открывается камера и сразу же делается фотография, то есть у вас делается сразу два действия. Если мы выберем запуск камеры, у нас просто открывается камера, у нас есть также возможность включить голосовую съемку, то есть зайдя в настройки, нажимаем сюда, нажимаем произнесение ключевого слова, теперь открываем камеру, говорим Cheese. Наш телефон только что сделал фотографию. Также в телефоне есть просто сногсшибательная ночная съемка, потому что в этот телефон впихнули уникальный сенсор, который есть только на некоторых телефонах Huawei, который позволяет делать фотографии просто в сверхвысокой светочувствительности, вплоть до 4400 тысяч ISO и делает это буквально за секунду, и таким образом вы можете делать просто невероятные ночные снимки. Также у нас есть супер макро, то бишь мы можем делать снимки каких-то объектов вблизи, то есть смотрите, я делаю фотографию в супер макро и делаю фотографию в обычном режиме. Вот как мой телефон фотографии... Упс, мне нужно зайти здесь в мою галерею. Вот как мой телефон фотографирует в обычном режиме вблизи, а вот как он это делает в супер макро, то есть разница прям, ну, существенная. Включив искусственный интеллект вот здесь вот, мы можем прокачать наши снимки, так как искусственный интеллект с помощью своих алгоритмов понимает, на что мы наводимся камеры. К примеру, если он видит, что мы снимаем текст, он сделает текст как бы более жестким и как бы видным. Если он видит, что мы фотографируем еду, он сделает еду такого цвета, чтобы она выглядела вкуснее и так дальше и так дальше. В настройках у нас есть возможность включить вот такую вот плавающую кнопку съемки. Таким образом, нам не нужно тянуться сюда. Чтобы сделать фотографию, мы можем поставить эту кнопку съемки в любое место экрана и делать фотки, к примеру, здесь. Также мы можем делать фотографии с помощью кнопок громкости. Нажимаем на кнопку громкости, у нас делается фотография. Зайдя сюда и включив здесь геотеги, на теге мы, то есть тег места, мы нажимаем на нашу фотографию, в правом верхнем углу нажимаем на и, и здесь у нас будет показано точное местоположение, где мы сделали фотографию. Для этого, кстати, на девайсе должно быть обязательно включено место положения. Без этого эта функция не работает, то есть включаем геоданные и только после этого мы делаем какие-либо снимки. Давайте попробуем, сработает ли это. Возможно, придется минутку подождать, чтобы эта функция заработала, потому что я только включил геоданные и я думаю, что да, так быстро она не начнет работать. Так что я вам покажу еще одну фишку, которая называется эффективный формат видео. Включив этот формат в настройках вот здесь вот, наши видео будут занимать намного меньше места в памяти, чем занимают обычные видео. Это довольно-таки удобно. Давайте последний раз проверим, включились ли у меня геотеги. Если нет, то на этом моменте мы будем заканчивать. Надеюсь, вы мне поверите, что они здесь есть. Да, геотегов, к сожалению, пока что еще нет, но они точно появятся. Больше видео об этом девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok